Эта история совершенно нереальна. Каждый виток ее еще более невероятен, чем все предыдущие. Перед Новым годом, в 2018 году, молодой парень Никита Сапешко, 18 лет, поехал встречать своих друзей из ночного клуба. Он ехал на машине, встал ночью на светофор, стоял, и тут на большой скорости в него влетает автомобиль, которым управляет пьяный водитель. Никита получает серьезные, очень тяжелые травмы, и он умирает в больнице. Через некоторое время мама Никиты, Татьяна, узнает, что убийца ее сына получает какое-то странно мягкое наказание, несколько месяцев домашнего ареста. Татьяне не очень нравится, как работают ее адвокаты, и в скором времени она начинает изучать уголовное дело сама. Татьяна собирает волю в кулак, потому что ей предстоит прочитать медицинскую экспертизу. Она читает и не может поверить своим глазам. В экспертизе написано, что у Никиты изъято сердце, почки, печень, аорта. Сначала Татьяна думает, что Никиту убили для того, чтобы продать его органы. Иначе почему ей и другим родственникам не сообщили об изъятии внутренних органов? Как вообще может быть такое, что у человека забирают сердце, а его матери ничего об этом не сообщают? Потом Татьяна понимает, что сердце Никиты было кому-то пересажено и спасло тем самым этому человеку жизнь. И у Татьяны возникает глубокое внутреннее решение. Она хочет найти человека, в груди которого бьется сердце ее сына. И она его находит. Серьезная авария в центре города утром на Невском проспекте. Столкнулись четыре машины ДТП, спровоцировал водитель каршерингового авто. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кроссовер на большой скорости сминает несколько машин. Меньше всего повезло жигулям, которые приняли на себя первый удар. Хозяина зажало в салоне, спасатели буквально вырезали мужчину из скореженной машины. Как и рассказали очевидцы, после осмотра медиками его доставили в больницу, а сам транспорт, как видно на этих кадрах, превратился в груду металла. Авария произошла в пять утра на Невском проспекте. Один из участников в крайне тяжелом состоянии доставлен в Мариинскую больницу на Литине 56. Также один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения. Степень имену установит следствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джип вон развалили. Просто п***ть. Его вообще просто взять и убить. Бухой б***ь на каршеринге. Вот это да. Бухой на каршеринге. Чипучки живы все. Не, ну п***ть, п***ть. А я на каршеринге не видел, да? Вот. И что, Яну, да, поехали? Да. А кто на каршеринге? А ты что, с парасирами, да? Все-таки они его бухой вообще не вменяемые. Привет, Таня. Привет, Лена. Тань, скажи, пожалуйста, давно ли у тебя существует инстаграм «Ты со мной» и почему он так называется? Инстаграм существует достаточно давно, наверное, как только он появился и начал быть у нас популярным. И страница была, она такая была юмористическая, больше про детей, там, про животных. Ну, вот семейная такая страница. И у меня всегда была такая потребность веселить людей, что ли, ну, чтобы все со мной смеялись, да? И у меня и у этой страницы названия были какие-то смешные, там, ку-ку-ка-барабука какая-то. И, кстати, как раз, когда я была ку-ку-ка-барабука, а это, у меня малыш как-то так назвал меня, и я так, ну, перемановала страницу. Вот, и вот случилась беда, которая заставила меня переименоваться и вообще уйти, ну, совсем в другой жанр, так сказать. Мама, ну ты что, не Адыгова? Что у тебя за видео какие-то странные в Газаджану? А, значит, привет, все от тебя. Классная идея, тетя. Не очень. Мама, это пипец, мягко говоря. Настя, ты понимаешь? Ну не надо! Я, может быть, и чукся, но это жесть, мам. Триндец полнейший. Вообще-то, хватит. Это же сткач, мам. Очень, очень странно. И название появилось именно, как бы, когда он ушел, я, ну, придумала такое название, что он со мной. Вот. И, как ни странно, оно оказалось свободным. Я хотела сначала, я выбирала между я с тобой и ты со мной. И оба были свободны, эти ники. И я выбрала все-таки ты со мной. Я выхожу из подъезда, наверное, это последнее лето. От глаз улыбок и боли я этим доволен. Я выхожу из подъезда, наверное, это последнее лето. От глаз улыбок и боли я этим доволен. Скажи, пожалуйста, давай немножко поговорим про, ну вот, рождение Никиты, детство Никиты. Ты его родила, получается, очень рано или просто я объясню свой странный вопрос, потому что в какой-то момент вы стали смотреться как брат и сестра или как пара, то есть как будто бы ты очень юно его родила. Или это не так было? На самом деле я родила его в 21 год, как бы, ну, в принципе, это не очень юно. Я считаю, что это самое время, как бы, рожать детей. То есть я в 20 лет вышла замуж, и в 21 год я родила Никиту. А вот, но всегда, вот, я как только его родила, и, например, если я ехала в поликлинику с ним на автобусе, на руках, все думали, что меня припахали родители, чтобы я отвезла братика в поликлинику, там, ну, то есть мне там все жалели, ах, ты бедняжечка, кто ж тебя так заставил с малышом таскаться, как бы. И вот всегда, везде нас, вот прям с самого его рождения, вот кто не знал, со стороны думали, что мы, что я его просто старшая сестра, и вот нянчусь с ним, такая у меня участь. А что он был за ребенок? Какие у него были особенности в детстве? На самом деле, я всегда поражалась тому, что он был, он как бы был такой, как все, но он всегда был каким-то правильным, что ли, каким-то там, если где-то дети истерили, то там мой не истерил, если дети еще не говорили, то мы в два годика уже знали все марки автомобилей, и могли какие-то стишки читать, да, то есть, и вот он, он всегда, не то, что он опережал, он просто был какой-то, не знаю, может быть, если это правильно сказать, может быть, мудрый с рождения. А где глазки? Покажи. Где глазки? Где глазки? Где глазки? Где? Шапками твои разошли. Накаленно. Что, на носке все? Ведь упадет, да? Отпускается, как будто деловой, как будто бы может ходить сам. Собака. Собака. Скажи, бабуля. Бабуля. Дедуля. Дедуля. Скажи, Таня. Таня. Вот он как-то вот не хулиганил, то есть, я иногда думаю, интересно, он как-нибудь когда-нибудь, он, ну, начнет это делать, да, но все время, как бы, он рос, и вот до 18 лет никаких таких лютых моментов, никаких, там, кризисов детского возраста, там, 3, 7, 9, да, никакого переходного возраста, все было достаточно плавно, и, ну, все время говорил у меня, ну, не то, что говорил, а про себя думал, что ангел мне какой-то достался, конечно, были косяки всякие, да, там, ну, такие, они были, наверное, больше я, как бы, придиралась, но у меня была такая сама цель вырастить из него мужчину, не какого-то там растюхляя, да, а именно прям, чтобы он был, ну, такой осознанный, но он и был осознанный, то есть мне, в принципе, и делать-то ничего не нужно было, чтобы как-то его, ну, стимулировать к этому. У него были какие-то планы, цели, он где-то в классе, наверное, восьмом пошел в хоккей заниматься, вот, занимался в хоккее, но у него, в принципе, хорошо получалось, но не сложились отношения с тренером, вот, ну, мы даже не могли объяснить, я просила папу пойти выяснить эти отношения, папа у нас неразговорчивый, и говорил, что я могу выяснять только на кулаках, ну, говорит, я приду и дам тренеру в голову, ну, как бы, вот такие моменты, и то есть, а я, как мама, не хотела идти там, ну, решать эти вопросы, и мы просто с ним поговорили, он пару лет занимался, мы с ним поговорили, он сказал, что я не хочу этим заниматься, я говорю, ну, если ты не хочешь, значит, не хочешь, то есть мы никогда, мы всегда, я ему всегда давала попробовать что-то, да, что вот ему интересно, он там с бабушкой на танцы какие-то ездил, еще куда-то, но если ему не нравится, так же, как и с младшими, я не настаиваю, как бывают родители, все, ты пошел бокс, будем заниматься, плачь, не плачь, хочешь, не хочешь, будем заниматься, всегда давала ему право выбора, вот, и у нас развод с его отцом состоялся, когда Никите было 12 лет, то есть это вот такой вот возраст уже начинался переходный, как бы сложный, но я не могу сказать, вернее, я могу сказать, что это было несложно, он переживал, он очень глубоко переживал, потому что в нашей семье ничего как бы к этому типа не вело, потому что при нем мы не ругались, не выясняли отношения, если у нас какие-то были недопонимания, то это было вне ребенка, то есть мы могли выяснять, и он не очень понимал, почему это, да, случилось, и опять-таки вот все разговорами, он всегда, когда с ним разговаривали, он понимал меня как взрослый. Так уж, если мы заговорили, а почему это случилось, почему вы развелись? Ну, потому что у нас очень давно к этому шло, мы разные совершенно оказались люди, то есть я развивалась, я росла, я двигалась, а папа у нас стоял на месте и ничего делать не хотел. А когда вы развелись, как все-таки сложились взаимоотношения Никиты с отцом? Когда мы развелись, он, в принципе, он с ним как бы дружил, да, но он жил со мной, но часто ездил к папе, потому что у Никиты появилось такое увлечение, которое я не сильно приветствовала, это мопед. Соответственно, мы живем в Питере, когда я жила с его отцом, мы жили в Петродворце, это такая маленькая как бы деревня, где там все друг друга знают, такой небольшой городок, плюс мы не в самом Петродворце, а рядом поселочек, то есть там такая деревня городского типа. Вот, и там, ну, что ли безопаснее, да, иметь вид такой транспорта, а мы переехали в город, не в центр, но уже город, мегаполис, и я категорически запрещала в городе вообще иметь какой-то транспорт, то есть ему там было 12 лет, 13, и вот, и он мне говорил, что он с папой катается там в деревне у бабушки, он никуда не выезжает, вот, и я как бы, ну, разрешала, потому что, ну, я понимала, что если я начну запрещать, то мы станем просто врагами. Запретить это ребенку, ну, невозможно, как бы, да, но либо поругаться, приковать его наручниками к батарее, и все, то есть он ездил к папе, он, там, у него гараж, там, у него мотоцикл, вот, на выходные или даже после школы он мог час езды туда, час езды обратно, но он мог успеть съездить, там, покатать пару часиков и вернуться домой. Дома вам все нормально, можешь не переживать. Питос меня отвезет, если что, да, Питос? В смысле, если что, я тебе так отвезу? Вот, видишь, как все. Так что можно не переживать, все нормально, мы молодцы, не курим, не пьем. А потом у него, между делом, как бы, вот, когда у него уже был мопед, между делом он увлекся картингом, вот, и начался картинг с того, что как раз вот в этот момент, когда мы разводились, мы оба, как бы, каждый по-своему пытались его развлечь. И вот, и мы знали, что он любит тачки, и вот, то папа его повезет на картинг, кто я свожу, у меня в этот момент появился мужчина, мужчине нужно было с ним, ну, это мой нынешний муж, нужно было с Никитой тоже налаживать отношения, и он тоже, там, его, как бы, стимулировал, там, каким-то вот таким вот вещам, которые ему будут интересны. И вот он то с папой на картинг, то с нами на картинг. Мы разнообразить особо не могли, потому что зоопарк и, там, медузы какие-то в океанаре, ему были неинтересны, как бы, ему вот была техника. Ну, и в итоге он настолько увлекся этим картингом, что его заметил тренер какой-то на картинге, что вот он постоянно, что он постоянно занимается, что у него очень хорошо получается. И он начал участвовать в каких-то любительских соревнованиях на картинге и начал брать места хорошие, как бы, то есть, и он все, он горел этим. У него мечты всегда, это машина, это вот BMW, у него, это вот прям, у него был лист желаний, и вот у него большими буквами BMW. Сколько мы не пытались ему доказывать, что есть еще другие машины, он говорил, что, мам, ну, я все машины знаю, но я хочу BMW, там, М5. Он мне рассказывал про эти обвесы, то есть, он про них знал все. И что касалось машин, вот когда он еще, дети в его возрасте еще не разговаривают, мы ехали в маршрутке как-то с ним, вот, и сидели прям за водителем. И он ехал, тыкал пальчиком в машины и называл все марки автомобиля. И мы когда приехали, водитель увидел, что мы уходим из-за кабинки. Он говорит, а сколько мальчику лет? И я помню, что я ему сказала, что там около двух лет ему было, и водитель очень сильно удивился, что он в таком возрасте знает все вообще автомобили, которые, ну, как бы нам встречались на пути. А мы ехали час, и он весь этот час рассказывал. То есть, он в автомобилях прям был весь прям помешанный. То есть, он с папой с самого рождения, папа под машиной лежит, что-то чинит, и он вокруг бегает, то подает ему что-то, то держит, то... Потом он уже в 12 лет мог разобрать этот мопед, мог там что-то починить. Вот, и вот в картинге у него как бы параллельно с мопедом этим, в картинге начались вот эти вот у него успехи. Он начал сначала участвовать в каких-то небольших соревнованиях, потом он пошел как на подработку помогать там других детей тренировать. Вот, и он участвовал, в итоге его пригласили участвовать во всероссийском турнире по картингу среди юниоров. Там было три категории, там совсем малыши, чуть постарше. И вот у них была категория, по-моему, 15-17 или 15-16 лет, что-то такое. И он там взял первое место. То есть, он стал чемпионом России по картингу. Это была такая победа, мы там все просто, не знаю, мы все были в восторге. Нас снимал там первый канал, это все было так круто. Он выиграл настоящий карт, вот этот вот автомобиль. Он выиграл поездку на трассу Формулы-1, костюм вот этот. То есть, это была прямо такая для него победа, прям очень-очень серьезная. Поприветствовалась, да, вот он уже стоит, Никита Сапешко! Никита Сапешко, конечно, может быть, он мог еще записать, но очень юно выглядит. Триумфатор в старшей возрастной категории, естественно, он заберет с собой замечательный профессиональный карт класс ТКФ. А мопед, он так и был параллельно между делом. И мне начали приходить отголоски, что мой ребенок где-то там гоняет, стоя на ногах. То есть, он уже начал не просто ездить на мопеде, он уже где-то, они там выезжали тусовкой, как это модно, да, и трюкачили, и вот мне там звонит мой папа, он живет в Петергофе, Таня, Никита гоняет, ля-ля-ля, мы переживаем. Люди жалуются, что шум мопедов, Никита приезжает домой, я Никите промываю мозги, что так нельзя, что ты хочешь погонять где-нибудь в другом месте. Мама, смотри, какие глазки странные, фринерные глаза, все отлично у нас. Вот, вот Макса мопед, вон Макс на моем, где, вон катается. Выехал, значит, вон уже, оп, и поехал. Все нормально, все в порядке. Ну, у меня всегда, ну, всегда был вот этот страх скорости, да, скорости, то, ну, что может разбиться просто. Вот этот страх, он сидел во мне, потому что я видела, как он, ну, он фанатичен к автомобилям, то есть для него машина, это вот была первая цель купить машину, как только он сможет. Вот, вот, и в итоге получилось, что, ну, я не знаю, что это, да, это предчувствие было какое-то, это просто материнский страх, потому что, ну, вообще все матери боятся своих детей, да, и мне иногда кажется, может, я накаркала, может, что, потому что, когда он уже купил свою машину, там, ну, уезжает от нас, и там, я говорю, Никит, аккуратней, он мне говорит, мам, ты же знаешь, я вожу тачку круче там любого гонщика, и я, как бы, я в безопасности. Я ему все время говорила, Никит, ты крутой, а идиот какой-нибудь поедет, и каким бы ты крутым ни был, ты просто можешь не среагировать. По сути, так и получилось у нас. В общем-то, вот, вот так вот, ну, человек жил машинами, и в итоге на машине случилось. Это была его собственная машина, вот эти «Жигули». Да, они собирались, он с другом купил, он пошел работать курьером, и они с другом купили «Жигули», такая вот, я все время их путаю, которая с задницей, с такой, не как машинка, а как этот, пикапчик такой. Вот, и они купили, чтобы участвовать в соревнованиях, уже он, картинг ему уже все мал, и он уже собирался, ему 18 лет, и он имел право пойти на вот эти соревнования на обычных машинах, на трассах, вот, и они уже нашли спонсора, и они купили с другом напополам эту машину, и он на этой, у друга прав не было, и Никита, как бы, эту машину там чинил, обслуживал, и катал, ездил курьером, работал. На тройку едем, по-за вами. Если что, я директор, так все нормально. Давай, увидимся. Вот, они нашли уже спонсора, они собирались делать каркас безопасности, чтобы машина была именно гоночная. И вот накануне Нового года его друзья где-то тусовались в клубе, и попросили его забрать. У него была ночная курьерская смена, он развозил пиццу, и после смены, там, он закончил, там, в 3-4 часа, получается, и он поехал их забирать. Поехал вместе с другом, получается, что он на своей машине, а друг на своей машине. Ну, и вот они вместе, там, большая тусовка была, вот они поехали их забирать, и на Невском проспекте подъехали к светофору, вот так вот вместе, вдвоем, впереди уже стояли машины по машине, и они как бы вторым рядом встали. И вот Никите прилетел каршеринг на огромной скорости по Невскому проспекту, он летел 108 километров в час, непонятно куда и зачем, был очень достаточно сильно пьяный, вот, что он, ну, он был невменяемый. И так получилось, что вот они с другом стояли, и друг все это вообще наблюдал. Ну, то есть, они стояли вместе параллельно, и вот так вот все произошло. Очень быстро приехала скорая, рядом увезли его в Мариинскую, но... А его зажало машиной? Что удивительно было, получается, что впереди стояла его любимая БМВ, и он, как бы, он влетел в нее, и сверху, ну, сзади его стукнул еще внедорожник, получается. Машина была всмятку, но самое интересное, что у Никиты не было ни одного перелома, только удар, ну, ушиб головного... У него был перелом ствола головного мозга, то есть машина сложилась, но ребенка достали целым. То есть удивительно тоже было для, ну, для всех, что машина в гармошку не подлежит восстановлению, а ребенок целый, только вот голова. И ему даже сделали операцию, попробовали извлечь, там, гематома какая-то была большая, но через 36 часов его не стало. Это была травма несовместимая с жизнью, или в чем была причина его гибели фактическая? Травма несовместимая с жизнью, и это был очень сильный удар именно. Это был удар с такой силой, что сломался ствол головного мозга. Я изучала тоже этот момент тогда, я же искала любую зацепку, чтобы, ну, чтобы найти доказательства, что с такими травмами выживают. Зачем? Извини, зачем? Ну, потому что он еще был жив, и я хотела верить в то, что он выживет, что он попадет. Я нашла информацию, что 4% из 100 с такой травмой выживают. И я, как бы, так сказать, молилась, хотя я не умею молиться, чтобы он попал в эти 4%, что он выживет, он выживет. И я, ну, сама себе говорю, он выживет. Вот, и, ну, так получилось, что нет. Но я пришла, когда меня пустили к нему в реанимацию, и, ну, он лежал весь на аппаратах, ну, то есть, ну, просто лежал спящий ребенок, да. И я ему сказала, что, Никит, принимай решение сам. Ну, как я ему всегда говорила. То есть мы с ним поясняли, там, куда идти учиться, там, ну, какие-то моменты. Я все время ему говорила свое мнение, и потом говорила, принимай решение сам. Вот, и он тогда принимал решение сам. Также и тут я ему говорила, что я очень хочу, чтобы ты выжил и остался с нами. Но если эта жизнь не похожа на твою мечту, ну, если ты будешь просто лежачим инвалидом, то уходи. Уходи и, ну, как бы, начинай свою новую жизнь. Я на тот момент, хоть я и не касалась этой темы, я вообще почти никого не хоронила в своей жизни. Я верила то, что это не конец. Что здесь мы, ну, временно, да, и что есть какая-то жизнь после смерти. И я его, ну, как мне сейчас многие, когда я посты какие-то пишу, мне многие говорят, Таня, отпусти его. Я говорю, я его отпустила еще в реанимации. Мы с ним поговорили в реанимации. И, как бы, и он там тогда принял решение уйти. У нас были при жизни такие разговоры, когда мы смотрели какое-то кино или, ну, какая-то там история в сетях выскочила, что, там, мать лежит, там, ну, без сознания, и вот дети за ней ухаживают, там, да, там, годами. Я все время говорила, Никита, если, не дай бог, со мной что-то такое случится, там, авария или какая-то болезнь, сделайте все, чтобы меня отключили. Я не хочу так жить. Я не хочу быть лежачим полицейским, так сказать, и чтобы вы еще мучились, ухаживали за мной. И он все время от меня отмахивался, говорю, мама, фу, не говори, вообще не говори такого, не говори такого. Вот, но я всегда, как бы, вот, когда касалась какая-то тема, проскакивала, я всегда говорила, что, ну, это не жизнь. Инвалидом жить я не хочу, но я всегда говорила про себя. Я, ну, как бы, чтобы, как бы, они понимали, что если со мной что случится, что со мной, как бы, делать, и как я хочу. А так получилось у нас, что, ну, как бы, получается, что случилось с ним. Вот, и мы с ним поговорили, и вот в этот день получается, что мы уехали, и через несколько часов его не стало. Ты серьезно веришь, что он именно что принял решение? Как ты это себе вообще представляешь? Человек лежит на аппаратах, не в сознании. Как он может принять решение? Я не в смысле хочу доказать, что нет, я просто... Как ты уверена, что он его принял? На чем ты основываешься? Я, знаешь, я не то, что уверена, что он принял это решение. Возможно, у него не было вариантов. Ну, как бы, все, да, возможно, у него не было вариантов, но я знала на тот момент, что когда человек лежит в коме, он может находиться над своим телом и, как бы, принимать, слышать то, что ему говорят там родственники, видеть. Сколько примеров, когда человек выходит из комы, и он может рассказать то, что происходило вокруг него, что там говорили врачи, что делали врачи, приходили какие родственники. Таких историй очень много, и я о них очень много слышала и знала, хотя не интересовалась, но вот как-то вот все время, если я натыкалась на эту историю, я ее там читала, слушала, смотрела, да. Вот, и я, как бы, ну, верила в то, что он, у нас просто еще накануне, у моего вот нынешнего мужа, в этот же год, только в начале года, Никита, получается, в конце года, а дедушка у нас ушел на Рождество, как бы, восемнадцатого года. В начале года ушел дедушка, и вот, кстати, тогда я начала больше углубляться в эту тему загробного мира, чтобы мужа поддержать, чтобы там, если что-то там случилось интересное, я говорю, это знак от папы там, да. Вот, и то есть у меня уже в голове было вот это понимание, что есть знаки, есть какие-то моменты, что, ну, как бы, что это какое-то чудо случается, и ты понимаешь, что это, скорее всего, вот откуда-то оттуда, да. Вот, и я не знаю, был ли у него выбор, но я должна была сказать ему об этом, чтобы, говорят, что, бывает, родственники не отпускают, когда, вот, когда они в реанимацию приходят и начинают рыдать, не покидай меня, не уходи, и человек остается, но он остается вынужденно, потому что он не мог, там, бросить мать, но он остается овощем. Ну, то есть он не, не, не редко, очень маленький процент после таких травм, после такой травмы вообще не становится уже полноценным человеком. Но есть другие травмы, да, после которых человек может восстановиться, но это был не тот случай. И, как бы, я это понимала, что если он выживет, то это не то, о чем он мечтал, а он еще, знаешь, он такой человек был, он очень любил как-то самовыражаться, ему нравилось хорошо выглядеть. Он все время говорил, ну, не все время, а там собирается, он говорит, мам, я красивый? Я говорю, Никита, ты на кого похож? Он говорит, на тебя. Я говорю, я красивая? Он говорит, очень. Я говорю, ну, а ты похож на меня, как бы, какие есть, ну, у тебя еще вопросы? И вот он, частенько у него было такое, что, мам, ну, скажи, что я же красивый там или что? И вот есть видео, любимое многими подписчиками, мое самое любимое. Буквально, наверное, в этом же году летом он присылает мне видео, ну, селфи записывает, он у друга помогает там что-то косить газон или что-то такое. И записывает видео такое, говорит, мам, скажи мне, у меня коммерческая внешность, не знаю, видела ты это видео, не видела? Да, оно одно прямо из самых таких, и моих любимых, и подписчики очень это видео любят. Мама, а ты как считаешь, у меня коммерческая внешность? Смотри, какой. Так, сейчас уберем. Ну как, коммерческая? По-моему, скажи мне. А почему он это спросил? Ему, оказывается, накануне позвонили какое-то агентство и сказали, что вот мы там видели вас где-то, у вас коммерческая внешность, мы хотели бы вам предложить там что-то, там что-то. И вот он мне звонил, чтобы посоветоваться, коммерческая у него внешность или нет, и рассказать. Потом он мне перезвонил, рассказал эту историю, что ему предлагали пойти куда-то, то ли фотомоделью, то ли кем-то. Вот, и я понимала, что как бы у него там чуть-чуть жирка появится. Ой, мам, мне кажется, я жирный, надо мне есть переставать. Но он вообще не жирный. Ну как бы, я говорю, ну какой ты, ты на меня посмотри и на себя как бы все время. Я говорю, жирный, а ты как бы вообще супер, красавчик. Вот эти вот штаны же лучше смотрятся. Или мне кажется? Зайенька ты моя, ушки, носик. Я не понимаю, я это не вижу. Я тоже не понимаю. Посмотришь потом историю. Ты натянуешь как-то? Ну так натяни. Ты можешь сразу жениться тогда. Так можно? Что зря тянуть-то? Надо устраивать, пожениться. Да, и все. Отстреляемся. Да, да, да. Посмотри еще раз на меня. И представляете же, если бы вот этот человек с такими амбициями, у которого было столько планов, столько, у него мечты такие были глобальные. Нам дом построить. Не то, что он думал только о себе. Хотя в этом возрасте, мне кажется, мечтает только о девчонках, да, о тачках. То есть он мечтал. Мы потом нашли его листочек желаний. Мы просто ездили на типа такого тренинга. И там было об этом, что выпишите свои желания, смотрите на них, как бы идите к ним. И вот у него на первом месте, конечно же, была БМВ. А дальше построить нам дом, чтобы мы ни в чем не нуждались мальчишкам. У него два брата младших. Мальчишкам обеспечить. Сначала написал, чтобы они были лучшими хоккеистами. Потом хоккеисты зачеркнутые. И он мне позвонил, говорит, мам, я написал в своих желаниях, чтобы мальчишки стали хоккеистами. Я говорю, ну а ты сам-то хоккеистом не стал. Ты уверен, что хочешь, чтобы они стали? Он такой подумал. Говорит, а, ну да, наверное, лучше что-нибудь другое придумать. И вот потом я в этом листочке вижу, что хоккеисты зачеркнуты, а подписаны гонщиками. Чтобы мальчишки стали крутыми гонщиками. И он хотел ими заниматься. Вот он тоже, он получается старший брат. И в 18 лет у него там другие интересы. Но у него всегда было желание мальчишек куда-то взять, куда-то отвезти, чем-то их занять. Но я еще пока не давала. И вот уже я ему говорила, что тебе 18 лет будет. Я посмотрю, как ты себя ведешь и сможешь брать мальчишек куда-то. И он прям ждал вот этого момента, что вот он уже тачку купил. И ему уже 18 исполнилось, что вот он будет с мальчишками заниматься. Но как бы не случилось тоже у нас в этого момента. Ефим, забирай телефон. Отдай, скажи. Братан, чем занять? Лежу. С кем? С тобой. Чем будем делать? В маске играть. В маске играть? Да. Может поспим? Нет. Ну дай поспим. А что вы там делаете в домике-то? Телочек смотрю. Че? А девушка у него была? Постоянная. Да, у него была девушка. И у нас еще так получилось, что мы жили в городе. Потом мы купили дачу. Построили на даче баню. И у нас родился средний сын Демид. И мы с ним на выходные уезжали на дачу, чтобы на свежем воздухе и все такое. И мы так ездили, ездили. И потом мы приняли решение, что мы хотим жить на даче. А у Никиты школа в городе. У него все друзья в городе. До нас ехать минут 40. Как бы не накатаешься. Ему уже было 16 лет. И мы ему предложили. Либо он переезжает с нами. Мы сдаем квартиру. Либо он остается в квартире. Но к нему приедет сестра моего мужа. Ей там 45 лет. То есть это взрослая женщина, которая будет. Я боялась 16-летнего мальчика оставлять в городе совсем бесплатно. И что она будет с ним жить. И так сказать ухаживать за ним. Кормить, поить и все такое. Мы на этом сошлись. И он остался у нас жить в городе с Леной, с сестрой. А мы переехали в деревню. И вот то я туда приезжала с контрольной закупкой. То он к нам как бы в гости на выходные. Но у нас был одноэтажный дом. И конечно долго он у нас быть не мог. Во-первых, там друзья, там девчонки. А у нас орущий ребенок. Все, забрали чебурека. Бранжу закручу. Так выход. Я тут соскучилась. По вам, по всем, по дому. Еще бы мне одного так целовать бы. Нет, ты ему скажи, агун тебе ответь. Агун. Что за ответ? Агун. Скажи мне агун. Толстый агун. Отстань, мам. Снимать, хватит. И вот так вот мы жили. И накануне случившегося мы где-то летом решили продавать квартиру. И решили, что мы эту квартиру продадим. И либо ему снимем здесь рядышком с нами квартиру. Либо он живет с нами. Либо он едет к папе. И еще был вариант комнату снять ему в городе. Что мы живем за городом. Тут квартира подешевле. И примерно она здесь стоит однокомнатная, как комната в городе. То есть у него было несколько вариантов. И мы продавали полгода эту квартиру. Он этим занимался. К нему приходили люди. Все в него влюблялись. Он был настолько обаятельный, коммуникабельный. Что люди приходили 10 раз смотреть квартиру. Только чтобы с ним пообщаться. И в итоге он нашел все-таки покупателей. У него прям было объявление. Подано все дела. То есть он занимался. Но я им обещала, что он получит процент. И он, конечно, старался. И мы, получается, продаем квартиру. И вот уже мы 16 декабря ее отдаем. То есть мы уже должны съехать. И вот мы садимся, так сказать, за круглым столом. И принимаем решение, где все-таки мы живем. И он сказал, мам, давай я попробую пожить с папой. Папа живет один в Петергофе. Там живет Настя, девушка Никиты. Она как раз живет в Петергофе. И говорит, чтобы мне не мотаться туда-сюда. Я попробую пожить с папой. Может, у нас все получится. И не надо ничего будет снимать. Лучше эти деньги на что-то другое потратим. Вот. И вот получилось так, что он переехал к папе. Перевез все к папе. И жил уже на тот момент у папы. И вот это все случается. Здравствуйте. Часы. Время. Видишь? Вот продукты купил. Все нормально. Селедки, картошки, луки, йогурты, кефиры, сыры. Ну вот. Чтоб ты знала. Просто я чек забыл опять. Вот. Пойду, 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 пойду погуляю. Еще так получилось, что у меня даже его вещей почти нет. То есть он все вещи перевез к папе. Он даже кубки перевез к папе. Все вот эти вот. И сейчас у меня средний сын просит хоть один кубок Никиты. Говорит, мам, у Никиты же было много кубков. Ты рассказывала. Он не помнит, он мелкий был тогда. Вот. Я говорю, да, я тебе кубок привезу. И мне просто не отдают кубки. Я хотела... Я не могу это объяснить. Наверное, обида до сих пор. Вот эта вот злость и обида на то, что... Ну, я тогда приняла такое решение, ушла. Причем я ничего не забрала, не отобрала. Я просто собрала свои вещи и ушла. И мы звонили и отцу, и звонили его родителям, потому что кубки в их доме стоят. Мы знаем об этом. Вот. Но кубки не отдают. Хотя попросила из всех кубков только один. Какая-то принципиальная позиция. Я просто... У меня сначала была такая злость. Чуть ли не начать судиться и все такое. Поэтому я поняла, что я не хочу больше этого негатива. Либо они опомнятся и дадут, либо нет. Я просто с Демидом поговорила. Ему уже 7 лет. Я говорю, знаешь, кубки Никиты у бабушки его, и она не хочет их отдавать. Не будем же мы из-за них драться. Он говорит, ну нет, не будем. В общем-то, вот так. И вот так получилось, что у нас даже вещей его практически не осталось. Но вещи для меня не имеют никакой ценности. Для меня, по сути, и кубки не имеют никакой ценности. Ну, железяка... Тогда это была ценность. Тогда это была его награда. Для кого это было что-то. Сейчас, как бы, ну, это вещь просто. Моя главная ценность, то, что я помню фотографии, видео. И знание о том, что он где-то есть, и мы обязательно встретимся. И я только этим, в принципе, и живу. Что он у меня уехал далеко. И куда-нибудь я уеду. Ку-куньки. Ку-куньки. А вот сам день его гибели, как это было твоими глазами? Ну, ночь, утро. Я на ночь отключала звук у телефона, потому что у меня как раз родился Ефим. Ему было около годика. Вот, это третий сын, получается, Никитин второй брат. Вот, и я на ночь отключала звук у телефона, и утром встала, где-то в 7 утра встала покормить его, ну, бутылочку дать ему. Вот, и схватила телефон. Обычно я бутылочку дала и дальше спать, а тут что-то решила схватить телефон, ну, посмотреть. И зашла в контакт. Звонков не было пропущено, по-моему. Потому что я зашла в контакт и увидела сообщение от его друга, который был с ним. Татья Таня, случилась беда, Никита в больнице. И номер его телефона, ну, друга. Вот, ну, я, конечно же, ну, не думала, что это так, ну, страшно, ужасно, да, и, ну, испугалась, но я думала, ну, в больнице все вылечим, все хорошо будет, как бы сейчас я поеду, все решим. Вот, и я его набираю, спрашиваю, как, а тот, ну, он даже говорить не может. Он говорит, там все очень плохо. Ему сейчас делают операцию на головном мозге. И я тогда уже поняла, что действительно все очень плохо. Вот, и мне где-то ехать, ну, утром было поменьше, но уже начинались пробки, и я где-то в 8 утра была уже в больнице. Авария случилась в 5 утра, и его сразу взяли на операционный стол. И вот его очень долго оперировали, потому что, когда я приехала в больницу, мне сначала, я очень долго искала, где это все происходит, там больница большая, куда его увезли, где операционная. И еще, наверное, часа 2 я там сидела, ну, ждала, когда это все закончится. Вот, ну, и потом вышли врачи и сказали, что, ну, все очень плохо и шансов практически нет. Ну, вот это слово практически нет, то есть не то, что шансов нет, все, да, была какая-то надежда. И вот тогда я начала искать эту информацию, когда я узнала, какая травма, я начала искать информацию, выживает ли из этой травмы. Вот я вот говорю, как сейчас помню, что я, ну, как бы нашла, что 4% выживают с этой травмы. Я вот эти вот, ну, чуть больше суток получилось, полтора дня, ну, полтора суток, 36 часов. Я все это время, ну, как бы надеялась, что мы попадем эти 4%. Я пустила клич по поводу того, чтобы все молились, когда я еще верила, да, чтобы все шли там свечку ставить. И, ну, все, очень много, очень много оказалось у него друзей. То есть не просто даже чужих людей, когда мне начали писать люди, которые знакомы с ним. И это было очень огромное количество людей. И я знала, что он очень общительный, такой коммуникабельный. Он мог, он мог заговорить, познакомиться, не знаю, и стать дружить, там, не знаю, с бабушкой, которая сидит в общественном туалете, вот в этом окошечке. И он мог с ней разболтаться. И вот стоишь, ждешь, пока он в туалет сходит, а он с бабушкой болтает. То есть вот он такой был прямо и притягательный. Если там ко мне приезжали подружки, я одно время занималась маникюром, вот, дома. И ко мне приезжали девочки делать маникюр. И все девчонки мои влюблялись с него, говорили, господи, какой у тебя сын. Он и пойдет их проводит, и сходит с ними, сумки им донесет. Хотя ему там, ну, еще 18 не было, когда я этим делом занималась. И вот на похоронах я еще раз убедилась, сколько людей у него было много в окружении. Да, человек 300 было на похоронах. Был огромный храм, и в него не помещались все люди, которые пришли с ним попрощаться. То есть люди менялись, как очередью заходили, чтобы попрощаться. Опять-таки я это все говорю со слов людей, потому что я, конечно, была в том состоянии, что я ничего не помню. И потом, когда мне там, ну, я там с кем-нибудь общаюсь в соцсетях, и мне говорят, Таня, там, мы же были на похоронах, мы же к тебе подходили. Я этого ничего как бы не помню. Но я была и на таблетках, вот. Ну, и состояние у меня было, конечно, такое, что я сейчас... Я потом через какое-то время смотрела группу ВКонтакте, где я вот собирала людей, организовывала все это дело. То есть мне муж помогал, мне там друзья помогали, но я все равно в соцсети, организацию всю вела я. И я, ну, как бы потом читала, мне даже не верилось, что это я делала в том состоянии, ну, в таком состоянии я могла это вообще все делать. То есть я это делала, не знаю, откуда у меня столько сил вообще было все это выносить, потому что, ну, это невыносимо. Ну, я это выносила, я боролась еще так, получилось, что, ну, знаешь, когда гибнет человек, и он просто гибнет, и у тебя нету, ну, некого обвинить, некого наказать, то ты в этом горе как бы находишься, ну, глубоко и надолго. А когда тебе еще нужно бороться за справедливость, когда тебе еще нужно наказать того, кто это сделал, наверное, это помогло мне тогда не уйти вообще в эту глубокую депрессию, потому что мне нужно постоянно было что-то делать, мне нужно было писать посты, мне нужно было ездить в суды, мне нужно было ездить к следователю, мне нужно было поднимать, потому что если бы человека за это преступление сразу посадили в тюрьму, ну хотя бы в СИЗО, на время следствия, как обычно за убийство людей сажать, возможно, я бы ждала бы, когда это все. Главное, что он наказан, он в тюрьме, он не на свободе, а человека сажают на домашний арест. Вот он этот ***, который *** это все делал. ***, мразь. Подожди, Таня, давай для ясности. То есть убийца твоего сына сначала никакого наказания, что ли, не понес? То есть там есть какое-то твое участие в том, что он каким-то образом был наказан за езду в пьяном виде и убийство человека? Если бы моего участия не было, он бы вообще не сел, я думаю. Так случилось, что убийца моего ребенка из юридической семьи. Там папа владелец крупной питерской юридической конторы. Мама от петражного управления. То есть у них круг общения понятно какой. И когда я... Нас на первый суд, вот получается, случилось 29-го, 30-го уже был первый суд, когда еще Никита был жив, и мы из больницы ехали в этот суд, чтобы на нем присутствовать, о мере пресечения. Нас на этот суд не пускают, хотя я уже иду как потерпевшая. Вот. И там, на этом суде, принимают решение ему дать домашний арест. То есть для человека не меняется ничего. Он едет, он убил ребенка, и он едет домой. Он будет встречать Новый год дома, он будет в кругу своих друзей, он будет жрать мандарины. Понимаешь? И вот тогда, как бы, у меня было, ну, у меня было такое возмущение и непонимание. Как можно за... И буквально... А, нас не пускают на этот суд, но Никита еще жив, и я еще тогда не знаю об этом решении. Но через какое-то время говорят, что Никиты нет, и буквально через какое-то время я узнаю, что этому... Мне его человеком называть не хочется, да, ему дают домашний арест. Что единственное его наказание, он не может выйти из дома. Ну, как бы, он должен сидеть дома, как бы, и никуда не выходить. А это было финальное наказание или начальное? Это была начальная мера пресечения, но ладно бы, это было на месяц. А, еще хочу добавить, что ему, помимо этого, разрешили посещать вуз. С 7 утра до 7 вечера этот человек мог еще и вуз посещать. Потом выяснилось, что он в этом вузе уже не учится, хотя на суде он сказал, что он учится в вузе, и ему нужно ездить. Потом оказалось, что он обманул суд. Так вот, ему эту меру пресечения дали на год, Лена. На год, понимаешь? Не на месяц, чтобы подумать и решить, а на год. Человек сидел дома целый год, а я моталась на суды. Человек ни разу не извинился на суде, он ни разу не сотрудничал с судом и следствием, не отвечал ни на какие вопросы. Он просто сидел и мычал, молчал, и все это время работал его адвокат. Сегодня в Куйбышевском суде начали рассматривать по существу дело о гибели Никиты Сапешко. Юноша погиб в аварии на Невском. Его машину, стоящую на светофоре, смял пьяный водитель каршеринга Николай Цветков. Адвокат обвиняемого настоял, камеры в зал не пускать. По его мнению, пресса формирует негативный образ подзащитного. Как это можно ездить на вашу путь? Представляете, вот так он ходит, вот так вот, да, около меня, без наручников, без всего, провоцирует меня. Это я еще уравновешенный человек. Адвокат настолько мерзкого подхода, вот он, знаешь, он не просто защищал своего вот этого подопечного, он пытался очернить Никиту, нас, он пытался очернить то, что мы бросили ребенка в городе в 16 лет, и он жил отдельно. В ходе заседания защитник Цветкова пытался поймать Татьяну на мелочах. Как именно она узнала о смерти сына? Через сообщение или по звонку? Так ли доверительны были их отношения с Никитой? Ну, это ожидаемо, они сейчас будут защищаться чем только можно. В ходе заседания, однако, Цветков полностью признал свою вину. Ну, если ты полностью признаешь свою вину, зачем тогда тебе вот это, да, все, вот эти вот все вещи, которые, там, был ли ребенок мой пристегнут? Правильно ли я сказала, мне позвонили или вам позвонили, или как? Если ты признаешь свою вину, ты сядь, отсиди. Какое это имеет отношение к пьяной езде на большой скорости? Вот весь этот год, примерно раз в месяц мы слушали этот бред, и суд слушал этот бред. И я тогда поняла, вот тогда я уже поняла, когда я узнала, что он на год на домашнем аресте, я начала бить во все колокола. И вот тут я начала, откуда люди-то все, про все узнали? Я начала, я создала петицию, я создала там на нескольких сайтах петицию, мы начали в соцсетях все это раскачивать, начали кричать, мы начали писать президенту, мы начали писать Малаху, писали всем. Но, опять-таки, это больше делал не я, потому что я была в очень тяжелом моральном состоянии. Я просто делала, что я изъявила желание поднять эту ситуацию до небес, чтобы он сел. Я понимала, что он сейчас за этот год вообще не сядет, он сейчас посидит дома и все. С такими родителями и с таким адвокатом он не сядет в тюрьму. И благодаря резонансу, когда начали, это была очень громкая на тот момент история, вот, благодаря этому ему дали 6 лет. Через год, но ему дали 6 лет. Это очень большой срок, потому что на тот момент за такое наказание было от 2 до 7. И, как правило, даже если давали заключение, только колония-поселение. У нас получилось, что это было общего режима, то есть это даже не колония-поселение. И это вот все благодаря вот этим шуму, да, потому что так бы, вот, я уверена, что он бы не сел. Но и в итоге, когда шум этот весь закончился, когда мы уже стали неинтересны СМИ, мы стали уже, ну, все, уже закончилось, присудили. А он пошел, подал апелляцию, и ему снизили срок на 2 года. То есть получилось 4. Не 6, а 4, из которых год он отсидел дома. А потом еще 7 месяцев он отсидел в СИЗО перед общим режимом. И только потом он туда попал. Ну, и в общей сложности, если посчитать, то он отсидел не больше 2 лет, потому что сейчас он вышел по УДО. И что ты об этом думаешь? А я не знаю, что об этом думать. Я вообще не понимаю, как... Ну, смотришь опять, я говорю, что я никогда в жизни с правосудием не сталкивалась. Вообще никак. Даже вот, даже прям бочком там, даже за хулиганство какое-то там твоего ребенка, я никогда с этим не сталкивалась. И все, что я знала, это из новостей, фильмов и всяких там передач, да. И когда я смотрела там передачи, где там бабушка украла курицу в магазине, и ее там засудили там, ну как бы... И я была уверена, что, ну, тут убийство человека, ну, какой домашний арест, какие 6 лет. И, кстати, вот тогда, когда мы вот эту всю запустили волну вот этого резонанса, очень много людей начало ко мне обращаться, что у них такая же история, что у них убийца вообще не сел, а у меня убийца там 2 месяца в колонии поселения посидел. А у меня еще что-то. Я поняла, что нас так много, и у нас собралась такая кучка людей. Мы дошли до Государственной Думы и буквально через полгода изменили закон. Его сделали строже, сделали от 8 до 15 лет. То есть вот благодаря вот этому шуму нас услышали и это сделали. И вот Ефремов, кстати, он сел уже по этой статье. У него же такая же статья. Но он уже сел от 8 до 15 лет. Почему у него и срок такой? А у нас, получается, что несмотря на то, что мы добились ужесточения закона, судили его все равно по закону. Добились для других. На момент преступления было от 2 до 7. Вот. А что я думаю об этом? Я думаю, что я всегда говорю о том, что это убийство, но мне всегда все адвокаты и люди, которые что-то в этом понимают, они говорят, что это не преднамеренное убийство, и оно так классифицируется у нас в законе, что он не специально это сделал. Но, знаешь, есть еще другой момент, что бывают такие случаи. Я понимаю, что это может случиться, и их много. Но когда человек ведет себя по-человечески, когда он извиняется перед тобой, когда он видел меня в судах миллион раз, он ни разу не посмотрел мне в глаза. Он ни разу не сказал извините. Он сказал извините, я больше так не буду перед самым приговором. То есть через год. И он сказал это не мне, а чтобы ему приговор смягчили. А правильно я помню, что он пытался убежать с места аварии? Когда только это случилось, сразу вышли новости. И именно из новостей я узнала, что он пытался скрыться с места аварии, но его там как раз, когда случилась авария, если ты видела видео, то там сразу же сработали мигалки. И там, получается, на обочине стояла патрульно-постовая служба. И это прям тоже на их глазах случилось. И они включили мигалки. И вот как бы с их слов он пытался убежать, но они его задержали. Но когда шло следствие, я очень много раз говорила об этом, и следователь сказал, что этого в деле не фигурирует, и на камерах этого нет. Значит, мы это к делу приложить не можем. Ну и, в общем, вот это дело сошло на нет. Я предполагаю, что, наверное, не убегал. Ну, потому что там на видео видно, что он ходит вокруг этой машины, как ударенный из-за угла мешком. То есть такой, как он пьяный, и еще и шоковое состояние. Не знаю, может убегал. Не знаю, это не фигурирует в деле, но это могло бы усугубить ситуацию. Но все равно это непреднамеренное убийство. Никита! Никита! Галерия! Мы сейчас все стоим на Никите ломать. Никита! Вот попробуй мне попасть вот сюда, Никит. Я сушу весь день коляску. Я не хочу маму. Это мам! Мам! Вот, значит, погибает Никита. Дальше начинается вот эта история с судами. И ты в каком-то смысле переключаешься на то, чтобы убийца, пусть непреднамеренный, но убийца Никиты был бы достаточно справедливо наказан. В какой момент возникает информация о том, что у Никиты не все внутренние органы? Вот в этот момент. Я тебе скажу, что я не в какой-то мере переключаюсь. Я переключаюсь полностью. Я полностью занимаюсь этим. У меня семья была брошена. То есть, но это лучше, если бы я просто ушла в депрессию и не вставала бы с постели. Я занималась. У меня было дело, и я должна была довести его до конца, во что бы то ни стало. Но у меня семья была брошена. Я была полностью в этом деле. Я была полностью отключена от детей. Я делала что-то на автомате. Я улыбалась детям на автомате. Я мыла им попу и кормила их на автомате. Хотя Ефима был годик всего. Он еще вообще вот только ходить начал. То есть, это вообще малышня. У меня приехала мама помогала. У меня муж помогал. Тетя приехала. То есть, люди помогали. Меня, как матери, год точно дома не было. То есть, именно морально. Может, даже больше. Вот, и прошли какие-то суды, где начался вот этот абсурд, которого я не ожидала. То есть, я думала, что сейчас мы придем, расскажем, как есть, и ему изберут нормальную меру посещения, и это все закончится. Но когда каждый раз наступал какой-то цирк, там такой абсурд. Там, ну, вообще, я даже сейчас, если честно, вспомнить не могу. Ну, там чуть ли не... А вот ваш Никита учился на четверке, а не на пятерке. Значит, он был не очень хорошим человеком. Ну, вот такой бред. То есть, они докапывались до любой фигни. Вот. И в какой-то момент я просто, ну, разозлилась. И у меня еще адвокаты такие попадались, не очень хорошие. Я меняла несколько адвокатов. И я просто решила подготовиться сама, как бы, к слушанию, и хотя бы что-то знать поподробнее. Я залезла в дело. У меня было отфотографировано полностью дело у следователя. И я случайно... Ну, как случайно? Я листала, 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 читала, читала, и наткаюсь на экспертизу. Я сначала ее читать не хотела, ну, чтобы не читать подробности вот эти все, что там сломано, что там куда там. Но у меня вдруг взгляд упал вот на что-то из слов, которые у меня врезались как бы в голову. И я так не поняла и начала перечитывать. Я прочитала, что были изъяты... То есть, там, осмотрен труп, там, вес того-то такой-то, вес того-то такой-то. Это читать, это я сейчас говорю, знаешь, уже на автомате, как пересказываю какой-то пересказ, как будто не со мной. Но когда я начинаю понимать, что это было со мной, я, конечно, ну, меня опять трясти начинают. И как бы получается, что судмедэксперт описывает, что он получил к себе на вскрытии, и что там отсутствует это, 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 это и это. И что же там отсутствовало? Там отсутствовало сердце, аорта, печень и почки. То есть, получается... И вот в этот момент у меня была такая... Я вообще человек тихо истерящий. То есть, если у меня истерика, знаешь, бывают женщины, которые прям орут, что стены трясутся. Я вот, я внутри все это. У меня все это... Меня начало трясти, я начала звонить мужу, и начала, опять-таки, насмотревшись всяких фильмов и передач, что черный рынок органов, я начала кричать, что это, значит, его могли спасти, его не спасли из-за того, что кому-то нужны были органы. Я начала кричать от несправедливости, что мне об этом не сообщили. То есть, ну, это мой ребенок. Я была в больнице. Он еще был жив же, когда я была в больнице. И мне не говорили о том, что они готовят его к трансплантации. Потом, когда я уже немного успокоилась, когда мне уже объяснили знакомые, там они звонили тоже по больницам, по юристам, они мне объяснили, что невозможно изъять органы в нашей государственной клинике без огромного консилиума, где точно ставят, что произошла смерть мозга. Это сделать невозможно, ни за какие деньги, что там отвечают очень много врачей, что для врачей это тоже очень тяжелый момент. И что, ну, и главное, что это все по закону. То есть закон подразумевает, что если у человека совершеннолетний, и если у него при себе в момент гибели нет документов, где написано, что он против изъятия органов, то без предупреждения родственников, без согласия изымают, если человек здоров, нужные органы и не сообщают. И очень много людей даже не знают, что... Ну, я узнала это только, потому что у меня уголовное дело. Если мотоциклист просто ехал и разбился, ну, его родственники не узнают об этом, им не сообщат. Это законно, да? В России? Презумпция согласия, да, в России по закону. Так, что же было дальше? Вот ты это прочитала. Дальше мне сказали, что типа вот не может такого быть, чтобы не спасли радиоорганов, не может такого быть, что их продали эти органы. Но у меня все равно вот сидело в голове, что а вдруг это так? Я, с одной стороны, понимаю, что мне все равно уже, ну, даже если так, ну что, я ребенка уже не верну как бы. Но во мне сидело вот это вот, что а вдруг это так? Потом, когда я с этим уже полностью смирилась, я захотела познакомиться с человеком, у которого есть сердце, Никита. Я хотела послушать, обнять человека, послушать, ну, как бьется сердце. Вот у меня вот такая вот бзик, это я не знаю, что это, да. У меня появилась вот такая вот, наверное, мечта, да. И еще мне было важно знать, что человек жив, что Никита ушел и спас человека. Ну, что вот мне это важно, мне сейчас это важно. И я очень рада, что человек жив. И я думаю, что это не один человек, да. Но мне захотелось найти именно сердце. Потом я слушала очень много информации, что сердце – это там, где живет душа. Думаю, если, например, ему пересадили сердце, а вдруг он стал похож на Никиту, а вдруг у него начались какие-то новые привычки, как у Никиты, да. Ну, опять-таки из истории, которые я когда-то где-то слышала. А вдруг, вот. И вот у меня была такая идея, вот бы найти этого человека. Но я не хотела это поднимать на огласку. А почему? Ну, я думала, я просто сама это сделаю, познакомлюсь с человеком. А зачем? Погоди, но, по-моему, это невозможно. Вот эта вот информация о том, кому уходит орган для трансплантации, это точно так же тайна. Да, но я-то об этом не знала. И я хотела какими-то своими путями через каких-то докторов найти, потому что я понимала, что я же тогда на тот момент, когда случалась какая-то вот эта вот информация, я начинала ее рыть везде и всюду. Я жила этим, я копала. А если так? А если так? И как бы я на тот момент прочитала, что если печень и почки живут после изъятия там долго, их можно переправить в другой город, их можно, печень можно пересадить нескольким людям, то есть не одного человека спасти, а нескольких человек спасти. Но я понимала, что этих людей сложно найти. А сердце, оно живет 4 часа после пересадки. Значит, это человек в нашем городе. Я начала рыть, значит, где делают в Питере пересадку сердцу. Оказывается, в Питере это делают только в одном месте. Это не делают в каждой больнице. Я начала искать там врачей, я начала им писать, я начала им звонить, спрашивать. Мне все начали отшивать и говорить, что эту информацию мы разглашать не можем. Вот. И тогда как бы я, ну как бы, потом я успокоилась опять, потом меня опять какой-то, я опять начинаю им писать, вы мне хотя бы скажите, кто это, мужчина, женщина, или мы не можем, да. Но я понимаю, что это там сделано. Мне никто не написал, что у нас не делали эту операцию там 30-го числа. Вот. И потом у меня было, у меня, знаешь, вообще очень часто вот эти посты про Никиту, они, как сейчас называют, в потоке в каком-то, вот я жила себе спокойно, утром проснулась, и меня как торкает что-то. Мне сейчас надо написать это и сделать это. Вот с этим постом было примерно так же. Я на каком-то вообще, на каком-то, не знаю, из какого-то космоса написал этот пост, фиганула его в сети, и через полчаса я думала, что я сделала, и зачем я это. Какой пост ты не сказала? Что я хочу найти человека, которому пересадили сердце Никиты. То есть человека, которому пересадили сердце 30-го декабря в Санкт-Петербурге в этом медицинском центре? Я писала, что вот был такой факт, дату, и когда, ну, этот пост есть, я даже его не помню, но что я хочу найти этого человека. И люди начали репостить, и я понимала, что у меня был расчет на то, что этот человек сам, ну, увидит, этот человек увидит, что 30-го ему делали операцию в СПБ. Все. И он сам захочет, и я думала, что если он захочет со мной пообщаться, конечно же, он выйдет со мной на связь, а если не захочет, ну, я сделала все, что могла, я сделала уже. Вот. И буквально через 3 дня, даже через, наверное, через 2 дня мне пишет девушка, вот, пошли, пошли вот эти вот репосты, и она пишет, что я лежала 30-го декабря в Алмазово, ей тоже там, она ждала какой-то операции, и у нас мужчины, который 2 года ждал сердца, делали пересадку сердца, и скорее всего, это он, потому что больше никому не делали, и это вообще операция крайне редкая, то есть ее не делают даже раз в месяц, ее там пару операций в год, может быть, делают, ну, там, в клинике, и я попросила ее, я говорю, у вас есть, ну, контакт с этим человеком, она говорит, что у нас есть чат вот этих вот пересаженных эти пиентов, которые получают сердце, вот, и я, говорит, с ним свяжусь, и вот она с ним связалась, она ему рассказала, как бы, историю, и он разрешил мне ему позвонить, он дал ей номер телефона, и я позвонила, и это оказался мужчина вообще из далекой, вообще забытой деревушек, ему уже 64 года, то есть, это не молодой парень, я вот как-то представляла, что это молодой парень, да, вот, я представляла, что это какой-то молодой парень, и он теперь сейчас похож на Никиту, ну, вот, вот так вот я представляла, и мы теперь с ним будем общаться, ну, я не стану ему мать, а вдруг у него что-то плохо в жизни, я могу ему помочь, например, да, или, может быть, я могу стать ему другом каким-то, то есть, у меня был вот такой вот, как бы, изначально. А когда я узнаю, что это дедушка 64 лет, я, конечно, рада, что он жив. Плюс у меня закрылся еще вот этот момент, что это точно не проданные органы. Человек, он не может себе позволить сердце обследовать. Нужно же ежемесячно что-то там делать. Я не вникала уже в этот момент. А он не может выехать из своей деревни, потому что ему там три часа ехать на оленях. И это все очень сложно. Но это человек жив. Он воспитывает внуков. Он ходит на рыбалку. То есть человек живет полноценной жизнью. Я попытал, и он очень неразговорчивый. Он очень закрытый. А я такой человек, и я не могу доставать людей. Но если он не хочет со мной общаться, я не буду настаивать. И мы с ним договорились, что когда он приедет, он мне сам сказал, я вот когда приеду в Питер на обследование, я вам позвоню, и мы встретимся. И вот мы на этом как бы сошлись. с Новым годом друг друга поздравляем. И как-то так. Чужой человек. Я просто знаю, что он жив, он здоров. И он благодарен, что он выжил. И он рассказал мне такую историю, что у него братья все с пороком каким-то там сердечным. И вот он ждал это сердце два года. Он лежал в Алмазово, и он уже попросился, написал заявление, чтобы его на новогодние праздники отправили домой, отпустили к родне. И он написал это заявление, а буквально случается вот эта вот трагедия, и ему пишут, по-моему, ваше сердце приехало. И он говорит, что я уже Новый год, я уже в Новый год видел салют, говорит, я уже Новый год встречалась с новым сердцем. То есть это, оказывается, даже вот так вот быстро происходит. Я думала, что там какое-то очень глубокое восстановление и все такое. Оказывается, всего 30-го прооперировали в ночь, и 31-го он уже смотрел салют. Что это для тебя значит все-таки сейчас? А сейчас для меня это, по сути, для меня это значит только то, что я горжусь Никитой, что он спас людей. Ты знаешь, он по жизни такой у меня Робин Гудом мы его называли, он все время бежал кого-нибудь спасать. И он за это получал у меня, за то, что там среди ночи он, например, у нас, когда он жил в городе, у нас было правило, что в 10 часов вечера он дома, и он уже спит. А потом так раз я узнаю, мне Лена говорит, Таня, Никита куда-то уехал в 11. Ну и как бы я начинаю ему названивать, он трубку не берет, у меня на него маячок стоял, он не знал об этом, и я смотрела, где он находится, но могу сказать, что вот по маячку он меня ни разу не обманул. Он говорил, что да, я там-то-там-то. Может быть, он знал, что он этот намечен. Я думала, что он не знает, он знал, но вот по маячку меня не обманул ни разу. Но то, что он нарушал вот эти правила, да, и вот там, мам, мне там позвонила Настя, ей там срочно что-то мама с папой поругались, я поехала их искать. Ну, короче, вот такие, и он всегда где-то вот, вот эти косяки у него, за которые я его часто ругала, они всегда были из-за того, что он кого-то бежал спасать не вовремя, а я его за это как бы дрючила. Ну, и получается, ну, для меня это такое, что вот он он выполнил какую-то свою миссию, он пришел сюда, как бы он дал мне урок, да, какой-то такой серьезный урок, чтобы вообще пересмотреть всю свою жизнь, отношение к жизни, к детям, ко всему, и спас людей, и эти люди, я надеюсь, не один человек, один точно, да, которого я нашла, жив, здоров и радуется жизни, как бы мне это, наверное, греет в какой-то степени душу, и опять-таки, что я закрыла вот этот момент, который все равно у меня периодически всплывал, а не специально ли, как бы, не для того, лишь чтобы кому-то там, кто мог себе позволить купить сердце, ушло это сердце, а его из-за этого не спасли. А целоваться? да, я подзыву так нормально, давай, пока, давай, аккуратно, давай, аккуратно, пока ты из дома. Слышь, чучело мяучило. Пока, помаши маме ручек. Субтитры создавал DimaTorzok